приветствую друзья давно у нас не было обзоров так сказать в естественных условиях на природе но прямо скажем погода не располагала к тому чтобы их снимать зима в этот раз ух выдалась на обзоре сегодня небольшой телескоп celestron nextar 4 se это зеркально-линзовый телескоп системы максутова кассегрена и на мой взгляд он интересен своей крайней противоречивостью потому что как иначе назвать его положительные и отрицательные стороны и их сочетания я не знаю все дело в том что создается такое впечатление что производитель немножечко лукавит когда позиционирует данный телескоп а Субтитры делал DimaTorzok Максотова Кассегрена И по идее он лучше всего предназначен для наблюдения Ну или там базового фотопланет, скажете вы Возможно, но производитель при этом оснащает монтировку экваториальным клином И портом для управления зеркальной камерой То есть для управления выдержками камеры Это подразумевает следующее Что наверное речь идет все-таки про съемки с большой выдержкой То есть съемки объектов дальнего космоса Но тогда труба немножечко не подходит Либо же, возможно, производитель думал Что мы через приобретаемый отдельный адаптер Будем просто зеркальную камеру с объективом устанавливать на монтировку И тогда она превратится в трекер Но обо всем по порядку В первую очередь надо сказать, что апертура данного телескопа 100 мм С учетом экранирования и многих других факторов В принципе достаточно для начинающих Ну, в такой аппарат можно неплохо рассмотреть кратеры на Луне Особенно с дополнительными окулярами Можно увидеть кольца Сатурна В хороших условиях видимости можно увидеть пояс на Сатурне Можно увидеть от одного до трех-четырех спутников Сатурна Если небо темное Можно, разумеется, посмотреть полосы на Юпитере Или поснимать Юпитер, если у вас есть камера Можно увидеть какие-то основные детали на Марсе Ну, не очень подробно Фазу Венеры, фазу Меркурия Ну и Уран в виде небольшого диска Если взять хорошую линзу Барлоу Либо короткофокусный окуляр То есть по планетам это классический базовый телескоп С довольно скромными возможностями Но при этом исключительно компактный, транспортабельный, легкий И вообще с ним особо каких-то сложностей в плане перевозки не возникнет никогда Дальний космос, как мы все с вами знаем, требует апертуры И в нашем плейлисте по видимости объектов в телескоп Если кто не смотрел, посмотрите Я давно уже провожу сравнение различных объектов в различные телескопы По градации диаметра объектива То есть там апертура растет Изменяется детализация картинки В небольшой мак 102 мм Кстати, точно такие же маки по оптике Но не по заднику, о котором мы поговорим чуть позже Встречаются и у компании Skywatcher Вот данный компактный мак Он позволит наблюдать объекты дальнего космоса Конечно, в ознакомительном виде Для звездных скоплений и каких-то протяженных туманностей Ему не хватает поля зрения Все-таки фокус у данного телескопа великоват И, ну, на мой взгляд, поля будет сильно не хватать Для туманностей и галактик покомпактнее Здесь не очень большая апертура Однако я наблюдал галактики Первого и второго триплета в созвездии Льва Там есть две группы галактик Ну, триплет Льва все знают Есть еще второй триплет, чуть менее известный Так вот, эти галактики вполне наблюдаются В аналогичный телескоп На небе, начиная с зеленой зоны засветки Ну, то есть на довольно темном небе, надо сказать Конечно, данный аппарат удобен для детей И для новичков, которые собираются ходить там с ним куда-то в походы Или переносить его Действительно, все вот это дело Когда тренога складывается Отсоединяется платформа Прекрасно помещается в обычный рюкзак И переносится, вес вообще не напрягает Очень нестандартная компоновка Труба справа, а не слева от полувилки Интересно, почему так инженеры сделаны Под правшу, конечно, удобнее, чтобы пульт был по правую руку Если поставить трубу наоборот То клавиши вверх и вниз будут инвертированы И хотя в меню есть пункт, который отвечает за переназначение кнопок Почему-то это дело не меняется Ну, видимо, такая прошивка на конкретном экземпляре Здесь не хватает полочки данному телескопу примерно 5 лет Эксплуатировался он мало Мне достался по случаю И я решил сразу сделать на него обзор Данная труба может быть установлена и на другую монтировку Крепление ласточкин хвост Определенно стандартное А вот у самой монтировки крепление Хоть и стандартное, но вот эти вот пластиковые зажимы Они снаружи не дают поставить трубу большего диаметра Поэтому их придется снимать Если вы захотите поставить другую оптическую трубу Ну и стоит помнить о том, что высота Между краем трубы и базой монтировки Недостаточно для длинных труб То есть если мы будем брать очень длиннофокусный телескоп Например рефрактор Он при движении вверх будет упираться в основание И таким образом максимальная высота При работе в азимутальном режиме Будет около 49 градусов Плюс-минус Данный телескоп оснащается совершенно стандартным искателем С красной точки, которую все знают В принципе про него сказать особо нового нечего Ну он довольно простой И вместе с тем сравнительно функциональный Но конечно в плане профессиональных искателей Из красных точек он отличается тем Что у него маловато само стекло На которое проецируется эта красная точка Ну то есть поле зрения не совсем грамотно говорить Про искатель, у которого нет увеличения Ну скажем так У него небольшой обзор Который видно через него Плюс еще несмотря на наличие просветляющего покрытия На вот этом вот стеклышке На мой взгляд примерно одну звездную величину При наблюдении через искатель вы теряете По сравнению с невержанным глазом Это небольшой минус Монтировка телескопа Это как раз то, что я говорил относительно противоречий То есть здесь именно вопрос противоречий становится ключевым На ней стандартный пульт Nexstar SE В новых версиях плюс В старых версиях со звездочкой Русифицированный, как правило Имеет огромное количество интересных настроек И крепится в боковой части монтировки На зажимах То есть пульт можно спокойно взять Достать и пользоваться Но опять же, как я уже сказал Он почему-то вот слева Это не особо удобно Плюс еще, как вы можете видеть Слепую обратно засунуть пульт Это довольно тривиальная задача То есть требуется попасть в зажимы Которые там находятся Вот, придется мне обойти телескоп И установить пульт обратно Вот здесь кабель Который немножечко мешает это сделать Его надо заправлять То есть вот вынимать Устанавливать пульт на данной модели не очень удобно Это мне немного не нравится Стандартный штекер питания У меня питается от аккумулятора С выходом 12 вольт Можно использовать батарейки Батарейный блочок находится вот здесь Вот здесь находится отсек 8 батареек стандарта АА Общее напряжение 12 вольт Все абсолютно классический вариант Никаких изменений здесь нет Двигается телескоп очень плавно Причем по высоте он имеет фрикцион То есть я могу взять трубу И повернуть ее Не сломав мотор Но большого смысла нет Потому что привязку он при этом потеряет И в принципе движение с пульта Имеет смысл отключать И наводиться вручную Только если бы у нас в азимутальной оси Тоже был такой же фрикцион А здесь его к сожалению Не предусмотрено То есть ни в коем случае Нельзя пытаться проворачивать Телескоп вправо-влево Иначе как Управляя через кнопки на пульте По другому нельзя Здесь есть порт Кабель для управления затвором камеры Зеркальной кабели В комплекте этого нет Потому что на разной зеркалке Разный разъем Есть выход AUX Теоретически сюда можно подключить GPS или Wi-Fi Которые продаются в Селестрон Нужно ли это или не нужно Решать конечно вам На таком компактном телескопе Двигается он очень плавно Есть как обычно 9 скоростей Но для тех кто хоть когда-то Сталкивался с автоматизированными телескопами Ничего нового я не расскажу В принципе есть ведение без привязки То есть если вы не хотите настраиваться По двум или по трем звездам А именно эта процедура необходима Для того чтобы он сам Начал искать объекты Без вот этой вот привязки Можно включить более-менее Точное сопровождение объекта Надо понимать что Поскольку никакой привязки нет Данное сопровождение и его точность Полностью зависит от Уровня горизонта На котором стоит данная платформа И конечно от положения объекта на небе То есть в каких-то участках Телескоп будет вести точнее В каких-то нет Это неизбежно Поскольку пластина А точнее мениск Если говорить правильно Поскольку мениск находится Очень близко к переднему краю трубы Он подвергается явлению орошения Или запотевания Довольно негативному Поэтому обязательно используйте Самодельную или покупную бленду Для того чтобы раньше времени Ваши наблюдения не завершились У данного телескопа Для фотографирования И для подключения определенных аксессуаров Существует второй выход И он переключается механизмом Небольшой решежок В левой части трубы Наклоняет встроенное диагональное зеркало Таким образом Что свет либо идет Под углом 90 градусов В окулярный узел Либо проходит через трубу напрямую Как я уже сказал Это актуально для фотографических работ Вот выпускаются фирменные переходники И сторонние переходники На зеркальные камеры И так далее На мой взгляд Наречие встроенного диагонального зеркала Это конечно минус Потому что на морозе Ниже 15 градусов Есть вероятность Пережатия этого зеркальца Внутренними элементами оправы А значит будет снижаться Качество изображения Вы спросите вообще Зачем я заимел себе этот телескоп Возможно Все таки у нас Не просто обзор Который абсолютно слепой Обзор бесчувственной техники У нас либо общение с владельцами Либо я рассказывал о технике Которые так или иначе Проходят через меня По каким-то причинам Вот данный телескоп На самом деле был куплен Из-за монтировки Сейчас у меня проект По модернизации Солнечного телескопа И монтировка Вот это вот вполне Для этих задач годится Но труба досталась Просто в нагрузку И мне удалось протестировать Ее пока на плохом небе По луне В принципе Картинка полностью свободна От хроматической аберрации Хроматизма естественно нет Картинка довольно детализированная С хорошими окулярами На увеличениях Ну до 180-190 крат Я не люблю большие увеличения Я считаю что лучше Картинка резкая И контрастная Чем мыльная Но большая Здесь опять же Исключительно дело вкуса Картинка Собирается данный телескоп Очень быстро И скажу пару слов Про его треногу Она тоже вызывает Определенные вопросы Несмотря на то Что она намного Качественнее Чем на моделях Например Skywatcher AZGT AZGT Несмотря на то Что она стальная И имеет диаметр Насколько я вижу У крупной части 1,75 дюйма Вот эти вот Механизмы Видите Один механизм Немножечко здесь Отремонтирован Вот эти вот Части Скажем так Части ножек Которые вставляются В Вот эти вот Ушки В пазы Они из пластика И на сильном морозе Ниже 15 градусов Они имеют Тенденцию неприятную При попытке Неаккуратного Какого-то движения С монтировкой Там излома Трескаться Поэтому будьте осторожны То же самое Относится И к вот этим вот Частям Но В середине Эти части Пластиковые Почти на всех моделях Данного класса У всех производителей И это Мое личное Послание К производителям Вообще Астрономической техники Ребят Неужели Силумин Настолько дорог Что нельзя сделать Вот в этих местах Не пластиковые Сочленения Мне кажется Что это Ну Не такая проблема Ну Впрочем Мы отвлеклись Данный телескоп Я бы сравнил Поскольку Если смотреть На его стоимость С моделями Skywatcher Skywatcher Mag127 На монтировке AZ-GT Или AZ-GTE У Селестрона Большое преимущество В монтировке Все-таки Наличие Хоть и спорного Экваториального режима Мощная Тренога С оговоркой На вот эти вот Зажимы Да все-таки Тренога хорошая Удобное управление Меню Селестрона Все-таки Немного лучше Чем у Skywatcher Но К сожалению Самое важное А это телескоп У Skywatcher Все-таки Интересней Потому что Апертура 127 против 100 миллиметров Огромная разница Особенно по дальнему Космосу Нормальный Задник У телескопа Здесь Как вы можете Видеть Опять же Нету Доступа К юстировочным Винтам Я согласен Сейчас Мода на то Чтобы максимально Упростить конструкцию Оболванить Человека Чтобы пользователь Вообще Не заморачивался С оптикой Хорошо ли это Наверное Хорошо Но я хочу Немножечко Абстрагироваться В данной ситуации И высказать Следующий пример Когда персональные Компьютеры Появились На рынке В Америке Ну вообще В мире Изначально Идея персонального Компьютера Для широкой массы Населения Была непонятна Отсутствовал Графический интерфейс Интерфейс управления Был как правило Командный Текстовый Либо напрямую Использовался Вообще Низкоуровневый Язык программирования То есть Вообще Скажем так Человек с улицы Не мог управлять Компьютером Затем Был Соответственно Изобретен Псевдографический Интерфейс Графический интерфейс Ну и так далее И со временем Компьютером Сейчас может пользоваться Каждый Хорошо Хорошо Ли Это Безусловно Хорошо Но я думаю Что многие Со мной согласятся Что было бы лучше Чтобы все таки Скажем так Некоторые пользователи Повысили уровень Своей компьютерной Грамотности Это вопрос И сохранения их денег Интернет Безопасность Это и вопрос Скорости работы На ПК И это вопрос Удобства Но С телескопами Я считаю То же самое Конечно Не нужно Делать такие Телескопы Которые нужно Прям вот постоянно Настраивать Мучиться Юстировать Прям каждые Полчаса Это Говорит просто О плохом Инженерном расчете Материалов Оправ Там элементов Юстировки И так далее Но вот делать Телескопы Которые вообще Очень сложно Или невозможно Юстировать Вот как этот На мой взгляд Не есть хорошо Окей Первый человек Который купит Новый телескоп В магазине Скорее всего Получит Что Телескоп Отюстирован Все хорошо Вот этот Например аппарат Хоть ему Лет 5-6 Точно не знаю Но У него нет проблем С резистировкой По нему видно Что Им вообще Не пользовались Но если вы Третий Четвертый Владелец Если не дай бог Телескоп Там Немножечко Встряхнули Посильнее Чем нужно Купили Из другого Города Его Растрясли То здесь Настроить его Без Специальной Лаборатории Практически Невозможно Это на мой взгляд Недостаток Хотя у Скайвотчера Сейчас Максутовая Кассегрена 100 мм Некоторые Тоже идут Без Хочу сказать По данному Телескопу Помимо Бленды Я очень Рекомендую Термостабилизацию Вот Помните У нас Было Старое Видео Еще на Старую Камеру Телескоп Рефрактор Зимой Идея была В том Что я Рассказывал Как Обращаться С линзовой Оптикой На морозе Вот Зеркально-линзовым Телескопом Все эти Советы Тоже Актуальны Единственное Он больше Страдает От Термостабилизации То есть Труба Относительно Относительно Подчеркиваю Герметично И пока Из нее Теплый воздух Не выйдет Пока Зеркала Более-менее Не приблизятся К температуре воздуха На улице Телескоп Будет сильно Мылить То есть Будут Искажения Скажем так Более Квалифицированном Языке Возникнет Явление Термоклина То есть Вы сейчас Его видите На экране Нефокальные Изображения Звезды Будут Иметь явно Выраженное Искажение Эффект Замочной Скважины Как его Называют А звезды В фокусе Будут иметь Либо один Либо даже Три Паразитных Луча Что Катастрофически Влияет На разрешение Даже Такой Малыш 100 Миллиметров Обязательно Нужно Термостабилизировать При разнице Температур В 20 Градусов Между местом Где он лежит И местом Где вы Наблюдаете Вам понадобится 30 минут Учитывайте Пожалуйста Это при эксплуатации Данного телескопа Кому же Все-таки Он подойдет А кому нет Он подойдет Тем У кого Например Есть зеркальная Камера С хорошим Объективом Трубу Снимаем Ставим Переходник Отдельно Вытачиваем Или покупаем Готовый И используем Монтировку В экваториальном режиме Как базовая Стартрекер Удобно Очень удобно Он пригодится В роли Походного Телескопа Телескопа Для тротуарных Наблюдений Это когда Астрономы Ставят свое Оборудование И дают Всем желающим Как правило Бесплатно Просто с точки зрения Популяризации Астрономии Дают возможность Посмотреть На небо Изучить Небесные Объекты И так далее Вот в роли Тротуарного телескопа Данный аппарат Тоже подойдет Он отлично Подойдет Для ребенка Если Нет возможности Более тяжелый Телескоп Или более габаритный Иметь Ну причины Могут быть Совершенно разные Там малый возраст Ограничение В месте В квартире И так далее Но во всех остальных Случаях Конечно лучше Рассматривать Другие аппараты Для человека Который интересуется Визуальными Наблюдениями Дальнего космоса Надо в первую очередь Думать об Апертуре телескопа Вот этот телескоп Стоит там 70-80 тысяч рублей И столько же стоит Телескоп доп Там с диаметром 200-250 миллиметров Ну как бы Разница по галактикам Туманностям И скоплением Будет просто Катастрофически огромной Между этими телескопами И так же этот телескоп Не очень подойдет Если вы владелец Балкона И планируете Продвинутые Наблюдения планет Или астрофото планет Не подойдет Он просто потому Что он мелковат Поэтому Как я уже сказал Аппарат Очень компромиссный Очень неоднозначный У него есть Как положительные стороны Так и Отрицательные стороны И лично я Не могу сказать Каких сторон Больше Вот эти все Модели Они остаются Неким таким Походно-компромиссным Вариантом Но в целом Инструмент Неплохой У него нету Дефектов оптики У него нет Плохого контраста Изображение Вполне достойное Он просто Маленький Маленькая апертура И здесь Ничего не сделать Однако В роли Второго телескопа Походного Он вполне Может быть Интересен Как-то так Друзья На этом все Субтитры сделал DimaTorzok